всем огромный привет с вами виктория сегодня готовлю торт черный принц бисквиты для этого торта готовятся на кефире с добавлением какао крем может быть самые разнообразные может быть самой простой сметанной для приготовления бисквита нам понадобится яйца мука сахар растительное масло какао сода разрыхлитель кефир и щепотка соли полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео для начала одну чайную ложку соды погашу в кефире кефир должен запениться значит реакция произошла можно продолжать дальше с ним работать далее в другой емкости смешаем все сыпучие ингредиенты муку у меня 250 грамм муке просеиваю 4 столовые ложки какао просеиваю одну чайную ложечку разрыхлителя и добавляю щепотку соли и все перемешиваем в другой емкости смешиваем 3 яйца и 220 грамм сахара взбиваем миксером в белую пышную массу масса хорошо побелила и увеличилась в размерах у меня на это уходит обычно 5-7 минут далее добавляем 270 миллилитров кефира в кефире мы уже погасили соду и 40 грамм растительного масла без запаха все еще раз перемешиваем миксером на низких оборотах осторожно чтобы не перебить яйца с сахаром и теперь частями будем добавлять рассыпчатые ингредиенты и перемешивать делать это нужно осторожно лопаткой снизу вверх чтобы наша масса осталась пышной добавляем следующую часть муки с какао и разрыхлителем и еще раз перемешиваем и так продолжаем до самого конца чтобы разбить все комочки можно слегка помогать венчиком но сильно не увлекайтесь делайте это осторожно нам нужно чтобы масса осталась пышной и не осела тесто должно получиться не слишком густое не слишком жидкое она стекает ленточкой с венчика подготавливаем формочку подойдет любая формочка диаметром 20 22 или 24 сантиметра я буду использовать кондитерское кольцо я его установила на диаметр 21 сантиметр и приложила фольгу и фольгу я сложила вдвое переливаем тесто в форму отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 30-40 минут запекался у меня бисквит 45 минут проверяем его деревянной шпажкой даем бисквиту немного остыть и затем извлекаем его из формы посмотрите какой красивый пышный получился у нас бисквит убираю шапочку и разрезаю торт на три равных коржа такие три коржа у нас получились приготовим крем для его приготовления нам понадобится жирная сметана жирные сливки сахарная пудра и немного сгущенного молока глубокую миску выливаю 480 миллилитров жирных сливок и добавляю сахарную пудру у меня здесь 110 грамм я добавлю примерно половину на глаз и начинаем взбивать миксером сначала на низких оборотах и затем увеличиваем и взбиваем до загустения в другой емкости смешиваем 350 грамм жирной сметаны сметана у меня 30% жирности если у вас сметана меньшей жирности то ее нужно предварительно откинуть на марлю добавляю сюда оставшуюся сахарную пудру и начинаю взбивать миксером взбиваем тоже до загустения когда сметана немного загустеет добавляем 3 столовые ложки сгущенного молока я не советую добавлять слишком много сгущенного молока чтобы крем не получился слишком жидкий сгущенное молоко немного добавить аромата в наш крем и еще недолго взбиваем оба наши крем и взбиты и теперь небольшими порциями добавляем сметанный крем сливки и перемешиваем силиконовой лопаткой со сливками крем получается менее кислый если бы мы сделали только например со сметаной сгущенное молоко тоже придает определенную ароматную нотку собирать торт я буду в кондитерском кольце мне так быстрее и сверху выкладываю первый корж чем хороши шоколадные коржи на кефире это тем что они получаются немного влажноватые крем в который мы добавляли сметану тоже добавляет влажности тортик пропитывается очень быстро поэтому коржи можно ничем не пропитывать крем визуально делим на три части несколько столовых ложек оставьте для того чтобы тортик смазать полностью по бокам выкладываем примерно третью четвертую часть на первый корж и аккуратно разравниваем по всей плоскости коржа сверху выкладываем второй корж и выкладываем вторую часть крема и сверху выкладываем последний третий корж последний корж старайтесь выбирать самый ровненький сверху тортик тоже промазываем кремом и убираем торт в холодильник если вам совсем некогда то 2-3 часа будет достаточно я же готовлю тортик заранее я его убираю в холодильник на ночь сверху тортик смажу оставшимся кремом при желании по бокам тоже его можно подровнять с помощью овощечистки делаю шоколадную стружку украшаем тортик по желанию шоколадной стружкой крошкой из оставшихся коржей все на ваше усмотрение давайте я вам отрежу кусочек и посмотрим какой торт получился внутри торт получается очень сочный насыщенный с приятным шоколадным вкусом и вкусным кремом готовится все просто быстро обязательно советую вам приготовить такой торт вы не пожалеете подойдет он и для домашнего чаепития и на праздник на все случаи жизни все из доступных продуктов надеюсь это видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была виктория